обрушился на северную и западную части Китая. Знания на экспорт университета Китая и Ульяновской области подписали соглашение по студенческому обмену. Искусство транспортировки в Иркутске для доставки картины в местную галерею понадобилось в помощи спасателей. Эти и другие новости смотрите прямо сейчас. Мощный снегопад обрушился на север и запад Китая. В некоторых провинциях уже выросли метровые сугробы. Снег там идет больше двух суток. Из-за метели ухудшилась дорожная обстановка. На расчистку автотрасс брошены все силы. Как люди и техника пытаются выбраться из снежного плена, смотрите далее. Снегом засыпало контрольно-обропускной пункты на границу Китая и Казахстана. Впрочем, сотрудники таможенной службы расчистили дорогу в считанные часы. А для тех, кто задержался в дороге из-за снега, ускорили проверку. Мы должны обеспечивать безопасность пассажиров, поэтому сразу же организовали бригаду для этой работы, чтобы проезд был свободен. А вот в провинциях Хэбэ и Шаньдун так быстро справиться с проблемой не удалось. В прибрежных городах Вэйхай и Интай обледенили трассы. Местные власти вывели на улицы весь арсенал снегоуборочной техники. Сотрудники коммунальных служб взялись за лопаты. Скорость движения транспорта на некоторых участках ограничили до 10 км в час. Сильнее всего циклон ударил по провинции Хэудзян. Здесь непогода заперла многих людей в домах. Дети не пошли в школу, взрослые на работу. Транспорт не вышел на улицы. Если и вышел, сразу забуксовал. На дорогах и обочинах метровые сугробы. Снег валит третий сутки. На улице минус 20. Ездить по обледеневшей дороге опасно. На скользкой трассе автомобиль заносит. Его почти невозможно остановить. Ездить в такую снежную погоду еще и дорого. Расход топлива увеличивается. В снежный плен попали и водители в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Снегом завалило дороги к пастбищам и удаленным районам. Приняты срочные меры по эвакуации людей и машин. Прогнозы синоптиков не внушают оптимизма. На Китае надвигается новый холодный фронт. Умеренный, а местами сильный снегопад ожидается в северном Синьцзяне и на участках вдоль горной цепи Тяньшань. Снег выпадает в районах на северо-западе и севере Китая. Но там снегопад будет легким, умеренным. В регионе ожидается сильный ветер и понижение температуры воздуха. В северной части Синьцзяна столбик термометра упадет до минус 12 градусов. В ближайшие дни снег выпадет в центре, на востоке и северо-востоке Китая. В южных провинциях Юньнани, Гончжоу ожидается мокрый снег. Циклон, бушевавший на Дальнем Востоке, России отступил. И сейчас почти во всех районах снят режим чрезвычайной ситуации. Города постепенно приходят к нормальной жизни. В Хабаровске и Владивостоке расчищены основные автотрассы. Объекты энергетики и аэропорты работают в штатном режиме. Однако в самих населенных пунктах еще остаются проблемы. Вовремя неубранный снег и гололед стали причиной дорожно-транспортных происшествий и переломов у пешеходов. Поэтому в городах сейчас работают специальные комиссии. В Владивостоке представители надзорных органов проводят регулярные рейды. Штрафуют нерадивых коммунальщиков, которые не убирают снег и наледь. Суммы штрафов, к слову, немалые. От 50 до 80 тысяч рублей для юридических лиц и до 10 тысяч рублей для физических. Сейчас время истекло. Необходимо приступить вплотную к уборке. В связи с чем комиссии сейчас работают на всей территории города Владивостока, все пять комиссий по всем районам. Университеты Китая и Ульяновской области стали партнерами. Между вузами подписано соглашение о сотрудничестве в сфере студенческого обмена. Российские и китайские студенты получили возможность приезжать друг к другу в гости, слушать лекции лучших профессоров, а также проходить зарубежную практику. Меняться учениками решили образовательные гиганты, среди которых Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия и китайский НИИ пищевой и ферментной промышленности. Соглашение было подписано в посольстве России в Китае. Участники церемонии отметили, что партнерство в сфере образования – важный шаг на пути углубления традиции добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества.